Используйте наушники для полного погружения. В этой игре затрагивается тема душевного и эмоционального здоровья. Кого-то из игроков они могут расстроить. Материалы игры не могут служить в качестве профессиональной консультации или совета. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбабая. Сегодня мы с вами посмотрим на игрушку под названием The Shattering. Переводец как Разрушение. Это психологический триллер, где мы с вами будем погружаться в мозг нашего главного героя и пытаться найти тут, так сказать, выход. Игра вышла вчера. Мы с вами сделаем на нее первый взгляд. Если игра вам понравится, если понравится мне, то постараемся ее полностью пройти. Ну что ж, начинаем. Не забывайте, ребята, ставить свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Пролог. Анализ. Пациент стабилен и готов к новому сеансу. Я попробую побеседовать с ним о последних событиях. Дело идет тяжело, но я смотрю в будущее с оптимизмом. Доктор Ричардс. На этот раз мы поменяем дозу. Я знаю, что ты устал, Джон, но нам надо погрузить тебя глубже. Мы должны повторить попытку. Я знаю, ты думаешь, что все в порядке. Но скажи мне тогда, почему ты не можешь даже вспомнить ее имени? Что ж, давай попробуем еще раз. Ты готов? Смотри прямо на маятник и следи за ним глазами. Да. Вот так. Когда я досчитаю от трех до нуля, представь, что ты здесь, в этой комнате. Попробуй расслабиться. И пусть твои воспоминания ведут тебя. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Приступим. Три. Два. Один. Ноль. Ноль. Ты слышишь меня, Джон? Я здесь. Я вижу, что тебе сложно освоиться. Давай не будем спешить. Подумай о чем-нибудь, что поможет тебе ясно мыслить. У тебя есть возможность влиять здесь на что угодно. Так что осваивайся. Не принимай таблетки. Интересный выбор, Джон. Интересный выбор. А теперь представь, как ты встаешь с этого стула. Ну окей. Встал. Игра сохранена. Хорошо. Но чего-то не хватает. Давай убедимся, что ты можешь ориентироваться. В смысле? Найди источник моего голоса и сфокусируйся на нем. Так вот он. Источник. Ты это видел, Джон? Ты представлял себе в комнате без подробностей, но немного усилий и ты все вспомнил. Правда сокрыта внутри тебя. В твоей жизни есть больше, чем эта комната и этот стул. Ты должен вспомнить. А, и что, мне куда идти? Сейчас этот стакан, допустим, упадет. Осмотреть. Ну, я же сказал. Ты хотел это сделать, или это только твое воображение? Я хотел посмотреть, что случится. Ты удовлетворен? Ну, типа того. Типа того. Открыть. Время здесь всего лишь иллюзия. Мгновение может показаться длинное в жизнь. А жизнь... Джон, давай продолжим. Сделай шаг назад. Ты помнишь, как сюда попал? Тебя можно закрыть, да? Да, можно закрыть. Ну, как, как? Вот, по карточке, скорее всего, поднять. Да, Джон, ты был в больнице. Ты помнишь, почему? Не, не помню. Из-за таблетосов, что ли? Игра сохранена. Хорошо. Не все здесь то, чем кажется. Не бойся смотреть поближе. Попробуй вспомнить. 13 января 2005-го. А что ты хочешь мне, чтоб я сделал? Сфокусировался? Газета, Джон. Посмотри на нее внимательнее. В смысле? А, вот так вот надо сфокусироваться. Подожди ты. Отлично. Теперь ты помнишь. Ты видишь происшествие? А, автомобильная авария. Все? Жестко. Класс Потеряли сознание В общем, наш Джон попал в аварию Джон! 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 Джон, ты меня слышишь? Сделай глубокий вдох, ты ошеломлен Надо попробовать что-то другое Твой разум вступает в противоречие со вспоминаниями Попробуем небольшие шаги Я хочу, чтобы ты подумал о том, где был до происшествия Что ты делал в тот день? Что ты видел? Что слышал? Окей, мне вставать Давай, Джон, вставай Будем вспоминать, что ты там делал Так Таблетосы Каждое звено поможет тебе вспомнить Поднять У тебя хорошо получается, Джон Думаю, пока они тебе не нужны А кто курит? Я не курю Ты что ли куришь? Нельзя курить Найди связь, которая вернет тебя в прошлое, Джон Интересно, Джон Что ты писал? Продолжай, Джон Так Тут как бы все получается Хорошо, Джон Отель Азур Я был в отеле Перевернуть страницу Подожди, а тут что-нибудь еще есть? Нет Номер 611 Ключ-карта, Джон Что за дверь он открывает? Ну, я так полагаю, наверное, мой номер Нет Наверное, же мой номер Странно Ну, давай сюда подойдем Так, допустим Отключить Поднять Позвонить Так, держать, Джон Вспоминай, ты открываешь новые двери Я хочу, чтобы Тео отдался на волю воспоминаний Не бойся поглядеться глубже без меня Иди И расскажи мне свою историю, Джон Ну, как скажешь, доктор Ну, как скажешь Так, я, получается, был в гостинице Дверь заперта Дверь заперта Так, ну, мне нужен что-то 11 номер А тут его нет Тоже заперто все Так, тут горничная А, вот ему, кстати, номер Так, до номера еще успеем дойти Закрыто Закрыто Я не разбивал никакую статую Это не я Так, ну тут нужен ключик Без ключика мы не справимся Зеркало разбилось Статуя разбита Ладно, пойдем В свой номер Тут, в принципе, нам больше делать нечего пока Какой яркий свет Акт Первый отель Ориентироваться в недавней памяти оказалось очень сложным Пациент цепляется за якорные точки до происшествия Воспоминания, которые он может восстановить Привели его к дверям отеля Доктор Ричардс Ну, отель Азур, да Это мой чемодан Я приехал В нем моя печатная машинка Я писатель Идеальное место, чтобы черпать вдохновение для работы Отель Идеальное место, чтобы черпать вдохновение Ну, не знаю Я, конечно, не писатель Закрыто Лифты закрыты Хорошо Ресепшн на лестнице находится Странное место, конечно Для ресепшна Ну, пошли Регистрироваться Так, ну тут никого нет Я сейчас вернусь В смысле? Мне надо прямо сейчас Странно Ладно, пошел наверх пока Все в порядке Так, у меня будет время подумать Над идеями для книги Ух ты А тут все поменялось Бар настойка появилась Я сейчас вернусь Тут ничего нету Окей Буклетик Так, ну как бы тут тоже, в принципе, ничего нет полезного, да? Я ничего не вижу Блин, так бы и убило бы Может быть, детектив? А, это я думал, это темка, что мне писать Может быть, история для детей? Какой еще есть вариант? Может быть, роман? Да ну не Давайте уж детектив Как ни крути психологический трейлер Начнем писать детектив Фонарик Хм, может быть, как-нибудь в другой раз В смысле? А кто кашляет? Какой-то непонятный замок Да хорошо кашляет-то, но Че не так? В смысле? Детектив не понравился, что ли? Что значит другой раз? Ну, давай еще скажем, что надо писать роман какой-то, да? Ну, пускай уже Может быть, история для детей? Может быть, история для детей? Ну, по ходу, он, скорее всего, определяется Что ему написать? То есть, детектив не сейчас Это не для него Значит, получается, роман? Ну, давай Может быть, роман? Ну, давай, роман 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 мне сейчас Не по силам Бухнует Это сейчас, получается, под силам, да? Ну, и чего? Ну, давай Всего один стаканчик, чтобы подстегнуть воображение Так-то лучше Ну, там, где один, там и два, и три, и пять На самом деле у меня появилась идея Драма О, это идея полетела Мне за идеей идти? Хе-хе-хе Ну, вставай тогда Пойдем за идеей Идея куда-то улетела О Да, так будет идеально Подожди Я сначала пойду, схожу за идеей История, которую запомнят надолго Никто такого не ожидает Ух ты Дамочка-то сбросилась Вот такого точно никто не ожидает И все? Туда пройти мы не можем Мы можем здесь сесть Только какой-то смысл Что-то мне кажется Моя идея Только что упала сейчас Так, ну да, подожди пока Тут, мне кажется, сейчас рецепшн взорвется Да, точно Игра сохранена Мистер Эванс Мы рады вам сообщить, что ваш номер готов Пожалуйста, распишитесь в книге гостей В смысле? А где рецепшн-то? По телефону все делаете, что ли? Странные вы ребята, конечно Расписаться Спасибо Желаю вам приятного отдыха Комната 611 У меня есть ключ-карта Все? Это то же самое Буклетик отеля Ничего, в принципе, такого Я тут не вижу Угу Это, наверное, для почты какой-нибудь, да? Для корреспонденции Так, чемодана моего уже нету Все, уже уперли Ну, поехали Получается, номер 611 нужен Ага Шесть Поехали И работают только мои цифры, да? 611 Кстати, нолик еще есть Может, надо было куда-то в другое место поехать Так, чемодан Ну, по идее-то мы только должны сейчас въехать Хотя бы посмотреть номер свой Закрыто Пожарный А вот это уже нарушение техники безопасности Пожарный выход и закрыт Здесь вообще ничего нету 601 602 Фокусировка ничего не помогает Так, что за загадка? А-а-а Свет надо включить, бля Все понятно Тихо, 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 тихо Успокоились В смысле? Опять что-то первый пошел Что-то, значит, нужно еще сделать Опа Часть фотографии Мистер Эванс Сейчас вас ищет какая-то женщина Кажется, она очень волнуется Женщина ищет Эти люди Эти люди такие назойливые Дверь заперта Так, картина нормально Все висит ровно Надеюсь, я смогу сконцентрироваться, когда доберусь до номера Окей, сейчас доберемся Закрыто Мне обещали, что здесь будет тихо и спокойно Ну, конечно С чего это вдруг Дверь заперта Еще одна Картина криво висит А, тут уже ничего не дают Тут надо знать какой-то номер Ух Полотенце все в крови А номер-то какой мне? Набрать что-то 11, кстати говоря Может так? Ну-ка, попробуем Не Не работает Ладно О 609 610 И, наконец-то, 611 Я дошел Я дошел Окошки работают? Не работают Ну, пошли Что-то какая-то у меня дверь кривая А, выровнялась Игра сохранена Дверь в ванну закрыта Класс Так, чемоданно разбирать не будем, да? Ну, окей А, наконец-то, тишина и покой Все, что мне нужно, это сигарета Чтобы расслабиться И моя печатная машинка Ну, печатная машинка должна быть В сумке, которой уже нет, да? Открыть Чай, пакетики В принципе, все как нормально В хорошей такой гостинице Тарелки даже есть Так, можно посидеть Свежий воздух Сейчас запустим Чтобы Проветрить Опять-таки Кому звонить-то? Я не знаю Номера никакого нет 10 января, да? 2005 Так, ну, тут вроде я все посмотрел Опять-таки, можно посидеть Ладно, пошли доставать печатную машинку Надо покурить Прежде чем начинать Поесть А, это шоколадка Неплохо Неплохо Библия Ну, окей Так, что тут еще есть? Тут тоже сейчас откроем проветрить Покурить А у тебя есть Сигареты, что ли? Ничего тут нету Можно и тут посидеть А где сигареты? О, зажигалка И сейф есть Серьезно? Видите код из четырех цифр И нажмите решетку А я не знаю кода Куча фотографий Я не знаю никакого кода Да, ну, четыре цифры У меня, конечно, было предположение Что, типа, надо номер Свой ввести Но что-то нет Зажигалка есть Печатная машинка есть Остались найти сигареты Да ладно Скажи, что они еще находятся в сейфе Вот это будет вообще прикол Сигареты в сейфе Так, ну, этот ящик не открывает Ну, что-то уже начали печатать Получается, да? Ну, а, скажем, что надо покурить Покурить О! Уже кто-то вещи разложил Когда успели Когда успели Блин, ванна вся закрыта почему-то Холодильники Нет, там только бухлишко Ну, ешь тогда сигареты Опять-таки Скорее всего, наверное, в сейфе Но как его открыть? Может мне надо любой просто ввести код Да и все Ну, допустим, будет пусть 0 6 1 1 Решетка Неправильно То есть, должна быть какая-то комбинация 10-13, что ли? 1-0 1-3 1-0 1-3 Нет, неправильно Так, ну и для этого мне искать Пароль от сейфа Тут как бы ничего нету Ну, там просто градусы ставят указано 26 температур и все Опять-таки Кому позвонить Я тоже не знаю Здесь никаких цифр я не вижу Хм Вообще интересно Я могу, в принципе, выйти А смысл какой? Куда ж ты дел свои сигареты, чувак? Куда ты дел? Можно сесть Опять-таки Зачем? Угу Персональный код Как же я у него найти? Здесь он персональный Да, вопрос, конечно, остается открытым Я не знаю пароля Скорее всего, как раз в сейфе находится сигарета Но как его открыть, я понятия не имею Тут ничего вроде нет Может мне тогда пойти по номеру пройтись Как позвонить на ресепшн, я понятия тоже не имею У меня нет номера телефона Ну пойду пройдусь Других вариантов я не вижу А, вот сигареты, блин Окей, ладно, хорошо Это я курю сейчас? Писать историю Ну поехали А, она схватилась за перила балкона так, чтобы побелели костяшки, не желающих разжигаться пальцев Она кричала, звала на помощь А ты помнишь свою гениальную идею? Может стакан вина, чтобы освежить память? Блин, оказывается, надо бы сюда смотреть А я что-то на пишущую машинку смотрел Ну, то есть ты хочешь бухнуть, да? Ну, пойдем бухнем Бутылочку вина-то мы, в принципе, уже нашли Я знаю Истина в вине Ты что, всю бутылку сосал, что ли? А, вон ты его, куда налил, блин Выпить, отлично Попробуем еще раз Ну, давай Ей нужно было сосредоточиться На будущем Она знала, что там не будет шума Ее не будут отвлекать Обслуживание в номерах Здесь есть кто-нибудь? Да иду я, иду Кто здесь? Никого не вижу Хм Странно Ладно Хватит Меня Отвлекать Короче, он бесится Что его отвлекает В ушах шумела кровь И она слышала, как бешено колотится ее сердце Все вело к ее К этому моменту Когда один лишь вздох Мог все изменить Уборка Не жили опять Почему они не оставят меня в покое? Ух ты Это уже другая С кровью Так Ножницы Хм Они все кровавые Все Просто оставьте меня в покое Ничего больше не имело смысла Она не могла собраться с мыслями Не могла сосредоточиться Не могла поймать ритм своего собственного сердца Любая попытка хоть что-то сделать Заканчивалась страданиями Невероятно Спасибо, что выбрали отель Азура Надеемся, вы останетесь довольными нашими услугами Мы можем сделать что-то, чтобы ваш отдых стал приятнее? Мы будем такими психованными играть Оставьте меня в покое Здесь нигде не найти тишины и спокойствия Конечно, мистер Эвенс Я хорошо знаю, что вам нужно Но так будь так любезен Что дальше? В смысле? Ты серьезно? Обслуживание в номерах Ты серьезно? Это что еще такое? Не, ну в принципе, поесть-то не помешает Чего бы нет А дверь-то можно закрыть? Спасибо Благодарю Молоток? Нафига? Наконец-то вещи стали обретать смысл Она видела все своими собственными глазами И как только сменилась перспектива Она видела мир таким, какой он был Возможно, мы ждали ее за каждым окном и каждой дверью Это ты что, сам себя заколтил, что ли? Да, психанул За окном стены Глава вторая Я им говорил Я их предупреждал Не лезть ко мне Оставить меня в покое Ну, давайте мы тогда с вами Вторую главу будем уже писать В следующей серии Так что на сегодня все, ребята Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok